Какие приемы в дизайне мобильных приложений перейдут из 2021-2022 год? Что нового в этой сфере и какие принципы набирают популярность? Какими приемами пользуются дизайнеры приложений в ежедневной работе прямо сейчас и будут пользоваться в наступающем году? Привет, на связи Яковлев и в этом видео я собрал популярные тренды в UI-дизайне, которые будут актуальны в 2022 году. Но перед тем, как я начну, жми на подписаться и лайк, тогда следующее видео я сделаю еще лучше. Что ж, поехали. И первый тренд это анимация. Благодаря интерактивным компонентам, внедренным в Figma в этом году, а также инструменту SmartAnimate с микроанимацией стало работать куда проще. Да и видеоконтент в последние годы опережает по популярности статичную графику. Посчитать только сколько времени каждый из нас проводит за просмотром TikTok, YouTube и прочих платформ. В отличие от плоских картинок с длинными описаниями, анимация позволяет удержать внимание пользователя и делает дизайн более привлекательным. Сейчас анимируют кнопки, иконки, переходы, чтобы сделать взаимодействие пользователя с приложением интереснее, проще и понятнее. За примерами далеко ходить не надо. Откройте Telegram, там вам и гифки, и анимированные стикеры. Все это говорит нам о том, что пользователям надоело статика, всем нужно хлеба и зрелищ. Там даже эмоджи сделали анимированными. Согласитесь, такие эффекты вызывают у пользователей больше эмоций, чем пластмассовая желтая голова с застывшей улыбкой. Если вы еще не умеете работать с анимацией, то у меня есть видео на эту тему с разбором инструмента SmartAnimate в программе Figma. Справа наверху подсказка с ссылкой на этот мануал. Кстати, хочу кое-что сообщить перед тем, как мы рассмотрим следующий тренд. Дизайнер мобильных приложений и веб-интерфейсов – популярная IT-профессия. Для ее освоения вам не нужно изучать программирование, потому что любой дизайн приложений создается из простых правил и фигур. Став дизайнером, вы можете работать из любой точки мира, получая на начальных этапах развития до полутора тысяч долларов, или попасть в интересную команду и работать над увлекательным проектом вместе с лучшими. Хороших специалистов в этой области мало, и их быстро разбирают. Поэтому пока конкуренция не так высока, самое время начать. Приходите на Дизайн Интенсив, и вы сделаете свои первые дизайн-концепты, которые мы проверим и дадим комментарии, как сделать еще лучше. Дизайн Интенсив – это три простых занятия, за время которых вы освоите базу дизайна приложений и получите возможность пройти дизайн-стажировку, чтобы сделать свой звездный дизайн-концепт для известной компании. Наши ученики устроились в топовые студии, интересные команды на западном рынке и работают в популярных банках Российской Федерации. Станьте востребованным специалистом в IT в самой быстрорастущей сфере. Регистрируйтесь на Интенсив и начинайте выполнять задания уже сейчас. Ну а мы идем дальше. Жесты вместо кнопок. Этот тренд тоже относится к интерактивному взаимодействию. Просматривая бесконечные ленты социальных сетей, пользователи привыкли больше свайпать пальцем по экрану, чем нажимать на него, особенно когда дело касается перехода на предыдущий раздел. Вместо того, чтобы тянуться до кнопки назад в левой верхней части экрана, куда проще смахнуть экран пальцем вправо. И смартфон будет целее, особенно если речь про такие лопаты, как iPhone 13 Pro Max, которые было бы жалко уронить в лужу из-за того, что пользователь не дотянулся до иконки вверху экрана. Именно поэтому жесты стали одним из приоритетов для разработчиков. Многие создатели приложений вовсе отказались от использования кнопок. Кнопки создают беспорядок и занимают слишком много места на экране. Жесты и свайпинг как раз помогают упростить интерфейс мобильных приложений, а если к ним вы добавите анимацию с предыдущего пункта, приложение заиграет новыми красками. Ретро стиль. Возвращение стиля 90-х сейчас активно прослеживается в поп-музыке и дизайн мобильных приложений, а также веб-дизайн этот тренд сейчас тоже прихватил. Но будьте осторожны с такими креативными экспериментами, так как стиль подойдет далеко не каждому проекту. Его можно использовать в промо, но точно не в качестве выбора стиля для каких-то серьезных корпоративных интерфейсов. Объем в дизайне. Тут все аналогично анимации и интерактиву. Придание объема UI элементам в дизайне позволяет сделать его более веселым. Сюда относятся как 3D объекты, так и эффекты в виде теней, помогающие проработать более детально глубину макета, а не только его ширину и высоту. Но важно помнить, что качественный дизайн можно сделать и без эффектов. И если вы это уже умеете, тогда можно начинать экспериментировать, но делать это аккуратно. Но если вы только недавно начали постигать профессию, лучше пока сконцентрироваться на качестве дизайна без использования эффектов. Они в таком случае могут навредить. Темная тема. Следующий тренд, который набрал популярность еще год назад и продолжает пользоваться спросом и внедряться практически везде, это темные темы приложений. Да и не только темные, а выбор разных цветовых схем. Это уже внедрено у браузера Google Chrome, в том же Telegram и даже ВКонтакте есть темная тема. Переключение в Dark Mode помогает людям снизить нагрузку на глаза и удобнее ориентироваться. Благодаря работе с цветовыми стилями Figma можно с легкостью менять цветовые палитры ваших дизайн-макетов при сохранении самого дизайна. Градиенты и прозрачные элементы Дизайнеры обычно используют градиенты для кнопок и фоноприложений. Градиенты выделяют важные части приложений и заставляют людей сосредоточиться на конкретных аспектах. Прозрачные элементы демонстрируют глубину и привлекают внимание к определенным частям, делая дизайн более понятным и привлекательным. Тренд стекломорфизма тоже появился довольно недавно и также поголовно внедряется в дизайн операционными системами для смартфонов, так и различными приложениями. На примере того же мессенджера Телеграм, кстати подписывайтесь на наш канальчик там, видно как на заднем плане в шапке еле заметно пролетает контент, размещенный на канале. Эффект не сильно заметен, но придает некий шарм, выглядит довольно приятно и не раздражает. Но с градиентами и прозрачностью стоит быть так же аккуратными, как и с тенями, если вы новичок. Этот тренд в корне расходится с описанными выше и противоречит им, но имеет место быть. Это минимализм и простота. Дизайн мобильных приложений не должен быть просто красивым. Он должен быть удобным и легким для восприятия. В течение дня мы прикованы к своим экранам и к вечеру испытываем усталость и напряжение. Чтобы уменьшить этот негативный эффект, дизайнеры приложений создают дизайн, который будет удобен для нас. Пользователям нравится четкий лаконичный дизайн. Минимализм упрощает понимание контента и взаимодействие с приложением, выводя функциональность на первый план. Что ж, я думаю на 2022 год вам вполне хватит описанных выше подходов. Экспериментируйте и повышайте насмотренность, наблюдая за работами других. Кстати, напишите в комментариях, какие еще вы заметили тренды и что я возможно не упомянул. А также делитесь, используете ли вы что-то из этих приемов, которые я рассказал. И если да, что больше всего любите. Мне будет очень интересно почитать. Ну а на этом я с вами прощаюсь и желаю вам крутых проектов и стремительного роста. Пока.